Микс Ньюс. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Балткоме. Как мы анонсировали, сегодня на гостях директор Латвии Залис Пункс Каспар Закулис. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро, да. Может быть, начнем с такого в какой-то себе необычного вопроса, но актуального, сейчас все говорят, естественно, и долго еще будет говорить, к сожалению, о COVID-19, что касается вашей сферы, вот действительно переработки, отходов, сортировки, как-то вот эта ситуация с COVID-19 как-то повлияла, и с какие-то особенности, те, что, наверное, любой покупатель магазина заметил, что даже булочки сейчас вот в этих упаковках, таких вот прозрачных, пластмассовые такие упаковки, вот это то, что бросается в глаза, и вообще сейчас все в упаковках. Да, вы правильно заметили, очень увеличился объем той упаковки, которая касается, вы сказали, булочка, пирожок, хлеб, нужно все завернуть, конечно, это все нужно, но это потом оставляет след на дальнейшей переработке, потому что то, что жители не видят, выбросили этот мешочек в контейнер, потом машину, это все куда-то уехало. Мы поначалу тоже с нашими партнерами думали, ну вот как это будет, привезли этот мешочек, ну, например, если трогал здоровый человек, ну тогда можно сортировать, ну, если у нас есть эти линии по сортировке наручную, которые работают, а если там был больной человек, ну что тогда делать, ну, будем держать эти груза на улице, там, один-два дня, чтобы, ну, этот вирус якобы умирает. Ну, такая есть версия. Такая версия есть, да, ну, это мы смотрели, чтобы так было, потому что мы не можем, ну, как говорится, если кто-то заболел, нужно остановить завод, а что значит остановить мусороперерабатывающий завод Рига-Датли потонет мусор, да. Слава Богу, таких случаев у нас не было, и работаем, чтобы было чисто. Да, ну вот, что касается, действительно, вторичной переработки, чуть-чуть, может быть, попозже начнем, вот, все знают, что, ну, по крайней мере, те, кто следят за новостями, что вы такой, действительно, энтузиаст, вот, сортировки мусора, по-моему, по статистике уже 56 процентов жителей, ну, сортируют мусор, но это уже... Это число, каждый год меняется, слава Богу, повышается. Вот, я хотел сказать, но все-таки уже больше половины, уже есть прогресс, то сейчас поменялось, может быть, в Риге, поскольку до недавнего времени Рига, наверное, была таким не самым, я бы сказал, позитивным образцом вот сортировки мусора, по крайней мере, те, кто живут в микрорайонах, могут это подтвердить, да. Да, вы упомянули насчет ковида немножко, да, потому что были даже такие предложения или советы, чтобы те, которые больные люди, они не сортировались, чтобы весь мусор ложили в двойные мешки. Да, как-то закручивали их, да. В том числе и упаковку, потому что этот объем упаковки увеличился в таком плане, что люди больше живут дома, то есть дома употребляют продовольствие. В результате дома отходов больше. Дома отходов больше и индивидуальной упаковки больше. Если там раньше было предприятие, там покупалась упаковка, которая там побольше размером, а сейчас люди живут дома и объем упаковки увеличился. Да, вот что касается сортировки, что уже изменилось, если мы говорим о Риге, что будет меняться? В Риге, как вы знаете, конкурс был, выигратели, то есть победители известны, уже начинают работать, у каждого есть свои обязательства. Три компании. Три компании, четыре зоны и три компании. Да, три компании. И я знаю, что в договорах расписано, сколько и когда и до какого времени нужно поставить контейнера для раздельного сбора. Это число должно увеличиться. Ну и я, конечно, жду от людей инициативу, чтобы они запрашивали у своих владельцев дома или которые обслуживают дом, чтобы те запрашивали контейнера для раздельного сбора у мусорных компаний. И тогда, конечно, больше это будет контейнера, доступных жителям. Если мы говорим чуть по технологии, поясните, может быть, действительно, тем, кто не знает, вот если, допустим, там три контейнера, да, это что значит три мусоровоза, мусоросборщика? Ну, три контейнера, я думаю, что очень скоро будет уже в старину, скажем так. Сначала нужно посмотреть, что написано в контейнерах. Нормальная ситуация будет такая, что один контейнер для стекла, это только раздельно, ничего вместе стеклом нельзя ложить. Другой контейнер будет для бумаги, пленки и металлических банков. Это будет, как говорится, легкая упаковка, которую можно сплющить, использовать специальную машину. Это уже вторая машина. И я думаю, что вскоре будет третья машина, которая будет собирать, то есть эти биологию, биологические отходы. Ну и, конечно, четвертый контейнер, это для не сортированного мусора. Так что машины будет, будут четыре. Да. Что касается стекла, ну, так считается, если я не прав, вы меня поправьте, что это самое такое вот, ну, подходящее вообще сырье для переработки. Да, это правда, но есть и другие материалы, как, например, металлические банки, тоже очень хорошо перерабатывается стопроцентно полностью, также пластмассовые бутылки и картон, но это нужно, говорится, поставить в чистом виде. Ну, не так, что сели, выпали полбутылки, потом выбросили остальные бутылки, должны быть пустые. Пустые. Да, ну, все, упаковка должна быть пустая. Не нужно, конечно, там использовать три литра горячей воды и еще полбутылки ферри, чтобы это все промыть. Это не нужно делать. Главное, освободить от больших частиц подовольствия. Да. Перерабатывается ли это все в Латвии, или это заводы за пределами нашей страны? Это часто мне задают вопросы, и я говорю так, это Латвия слишком маленькая, чтобы мы поставить на каждый материал свой завод, у нас просто не хватает объемов. И часто ввести, например, в Литву или в Эстонию, это оказывается эффективнее, чем поставить здесь такой маленький заводик, потому что маленький заводик уже не делает, все делают большие заводы. И это очень большие инвестиции, да? Но прерабатываем, мы очень хорошо умеем перерабатывать пластмассовые бутылки. Мы перерабатываем не только латвийский объем, но и литовский, эстонский, и возим бутылки даже из Мексики. Ну вот когда мы перерабатываем, что дальше? Куда они дальше идут? Тогда уже получается вторичное сырье. Например, из бутылок вы можете делать новую бутылку, потому что там ничего не меняется, рецептура та же. Но, например, там пластмассовые бутылки, вы получаете уже хлопья, дальше уже получаете гранулы, ну из гранул уже можно делать что угодно. И начиная с рюкзаков, заканчивая с новых бутылок. А вот эти рюкзаки потом подлежат тоже еще одной переработке? Это очень хороший вопрос, потому что это будет следующая проблема, когда нужно будет перерабатывать то, что сделано историчного сырьем, может быть, по третьему, по четвертому разу. Ну, в принципе, наука идет дальше в этом плане, может быть, и это будет, да? Ну, я думаю, что не нужно нам ждать очень много лет, и когда у нас будет сжигательный завод, который будет произвести тепло, это есть в Эстонии, в Литве есть два завода, я знаю, что тот завод, который есть в Ялгаве, Фортум, он тоже уже смотрит в эту сторону, чтобы как горючее использовать старый отход. Это нормальное явление. Зачем нам покупать, например, газ, если мы можем сжигать свои отходы и получать тепловую энергию? Это же тоже нефть. Вот мы знаем, что есть налог на природные ресурсы. Я так понимаю, что правительство время от времени дискутирует об его видоизменении, чтобы как-то стимулировать и сортировку, и переработку на вторичное сырье. Это каждый год повышается. На следующем году, если сейчас 50 евро за тонн, тогда на следующем году это будет уже 60 с лишним евро за тонн. Но это с одной целью, чтобы уменьшить тот объем, который попадает на мусорные свалки. Потому что, конечно, этот налог входит в тариф, и чем больше люди должны платить за вывоз несортированного мусора, тогда они больше думают, как это уменьшить. То есть одно дело – сортировать. Да. А вот действительно, что касается оплаты за вывоз мусора, как вам кажется, она тоже будет каждый год расти? Потому что, если мы посмотрим по Ориге, но все-таки определенные требования, в свое время вы, когда были у нас в эфире, тоже об этом говорили, требования к тем, кто занимается вывозами отходов, все время повышаются. Это связано и с регулой Европейского Союза. Им надо больше средств инвестировать во все – в переработку, в автомобили, сортировку. Да, это вы уже назвали. Вы уже назвали основные компоненты, которые составляют. То есть если мы хотим, чтобы использовать новые машины с меньшими выбросами, выбросами, да, тогда это стоит дороже. Если повышается налог на захоронение в полигонах мусора, это повышается. Если повышаем среднюю зарплату, это сразу включается в тариф. Вопрос, который вам часто задают жители, вот что касается, ну, к примеру, самая такая известная, это Гетлини, да. Вот есть ли предел, как бы, сколько она вообще мусора может принять, потому что, ну, мы понимаем, что количество отходов вряд ли уменьшается, да. Вот есть ли какой-то предел? Или, поскольку это все утилизируется, можно принимать, не принимать, и принимать. Конечно, есть предел. Гетлини наполняется очень быстро, но о точных цифрах, ну, тогда нужно спросить у руководства Гетлини. Да, ну, в принципе, да. Но я знаю, что они наполняются быстрее, чем предположили. То есть нам нужно больше сортировать, чтобы не нужно было потом строить новые, новые, новые полигоны. Вот, что касается ваших наблюдений, ну, может быть, не только Рига, другие города, люди вообще, вот, не знаю, стали более сознательны, они понимают, вот, необходимы сортировки, или они не чувствуют, вот, вообще в этом потребность. Выкинули мусор в контейнер, и все, пускай там разбираются. Ну, хорошо, может быть, стекло – это отдельно, но все остальное, мне кажется, люди так вот этим вообще даже себя не заморачиваются, если так можно сказать. Да. Ну, «Зеленая точка» работает уже 20 лет на этом рынке, и сейчас уже выросло поколение, которые думают по-иному. То есть мы 20 лет начали учить детей, что, как, почему и нужно сортировать. И эти люди уже, как говорится, сами стали родителями, и они по-другому слушаются своих детей. Они думают, вот, как лучше это сделать, а не так, как раньше было. Нужно мне это или не нужно? Сейчас по-другому люди смотрят. И я хочу сказать, что то, что не Рига, да, это, как говорится, у нас делится, Рига и остальная Латвия, да. Ну, так есть. Да, в Риге ситуация была не самая лучшая из-за этого, то, что у нас этот конкурс-то оспаривался, то-то и это. А целое, если мы смотрим, ситуация улучшается. Ну, в окрестностях лучше ситуация, потому что люди как-то, ну, по-другому немножко относятся, друг друга знают. Да. В Риге, вы знаете, кто живет на девятом или первом этаже? Не знаете. Зачастую нет, да. Да. Заходим в лифт и иногда здороваемся, естественно, да, а потом думаем, мы же не знаем, это сосед или это просто кому-то в гости пришли, да. Да, ну, в Риге улучшается ситуация. Вот образовательный процесс вы упомянули, считаете ли вы, что прямо, не знаю, с детского сада надо об этом говорить вообще, об экологии, о зеленой среде, или это слишком сложно для детей? Нет. Для детей это очень легко, потому что они, для них это как игра, как игра. Это ложим туда, это ложим туда, это нужно делать потому, это нужно делать потому. Они поиграли, поиграли, все, запомнили эту игру. И потом вырастут и... Да, и они, да, у меня учили, так нужно делать, и нет вопросов. Где мои контейнеры, они спрашивают. Не так, как есть люди, которые спрашивают, а зачем мне это сортировать, потому что их в школе не учили. На самом деле ведь ничего сложного там нет в сортировке мусора, да? Это начинается в уме, это, как говорится, если мы что-то хотим, тогда способ это сделать всегда найдем. Это ведь, наверное, относится и к тому, вот, что мы оставляем после себя там на отдыхе. Это вроде бы такие уже хрестоматийные вопросы, но тем не менее каждый год, когда вот происходит вот этот вот вот этот аллока, да, или как раньше говорили, субботник, все равно поражаешься, сколько же все-таки мусора еще остается, да? Ну да, да, я всегда удивляюсь, как, ну, пошел ты в лес или на пляж своим мешком, ну, возьми это все обратно, почему ты оставляешь? Ну, ну. Кто-то же должен это забирать, да? Кто-то, да, ну, вот люди, значит, еще нужно работать с образованием. Да, еще, наверное, такая одна проблема, по-моему, в свое время вы тоже об этом говорили, это вот такие вот крупногабаритные отходы, если так это можно сказать, это не совсем отходы, но выбрасывает, не знаю, старые какие-то кровати, диваны, ну, ладно, холодильники у нас забирают практически те, кто привозит новый холодильник, но вот что касается вот этих крупных отходов, понятно, что в контейнер ты их не поместишь и бросает, там, не знаю, во дворе, в поле, возле мусорников оставляет все, да, вот что с этим делать? Да, нормальная ситуация была бы такая, что в каждом городе, ну, например, в Риге, это, по-моему, должно быть где-то, как есть, с пурцией, с плявниками, тогда в каждом этом микрорайоне должна быть площадка для сортированного мусора, где я как житель могу привезти. Конечно, это для отчаяния ситуация многоэтажки и частные дома, потому что я знаю, что в тарифе включено, большой говорит, что вы можете вынести, оставить эту свою кровать около площадки и они должны забирать, то есть мусорная компания, это включено в тариф. Когда вы живете в частном доме, вот тогда начинаются проблемы, а куда мне этот диван девать? В Риге это, конечно, большая проблема, потому что такие сортировочные площадки просто нет. Но я знаю, что они должны быть в ближайшее время, что должны построить. Но это очень много зависит от самоуправления. У нас сейчас есть новое самоуправление в Риге, но вот когда вы встречаетесь с депутатами, спрашиваете, а где мне поставить свой старый диван? Очень простой вопрос. Где, как где? Сортировочная площадка. Пожалуйста, найдите место и сделайте это. То есть, в принципе, для Новой Рижской Думы это вот одна из задач, да? Я так надеюсь, да. Потому что в других городах это не такая проблема. Есть сортировочные площадки, где я могу отвезти свой старый диван и оставить там. Да. Вот мы знаем, что таких вот советской постройки, многоквартирные дома, чаще всего такие высокоэтажки, как мы их называем, там есть мусоропровод, ну, советских времен, да. Поэтому какая там сортировка? С одной стороны, это удобно. Вышел из двери, да, в подъезд, сбросил мусоропровод, все, что у тебя там собралось, и все. Но я так понимаю, что приходит конец этим, да, вот этим мусоропроводам? Да, я за то, чтобы их всех сразу завтра закрыли и поставили ключ. Потому что в советские времена, когда строили мусоропровода, сколько-то это мусора, мусора-то не было. Очень много было возвратной тары, все бутылки из-под пива, из-под молока. Не было таких лишних. Даже эти очереди, да. Да, по-моему, там банки вообще никто ничего не выбрасывал, потому что нужно делать новое варенье. Да. Поэтому и можно было там вот построить. А сейчас-то каждый год увеличивается этот объем мусора. И это, как вы правильно сказали, там же только один провод. А где мне поставить стекло, картон, бумагу? Потому и нужно это все закрыть и поставить сортировочные площадки около каждого дома. Ну, или на два дома один. Это, кстати, тоже, как сейчас модно такое слово, вызов будет, потому что, ну, зачастую там даже не было такого места не предусмотрено для этих площадок. Видимо, придется создавать, да? Да. Всегда можно найти вест. Да, вот вы упомянули как раз вот сдачу ТАРы, вот депозитная система. Когда она у нас заработает в полную силу? Все нормативные акты уже приняты. Все описано. По-моему, с 22-го года, да? Да, с 22-го года, с 1-го февраля. Сейчас осенью должен провестись конкурс на оператора, кто будет руководить этой системой. Когда будем знать, кто победитель, тогда он сразу возьмется за дело и будет делать эту систему. По-моему, в своих интервью вы часто ссылаетесь, наверное, на опыт Германии. Можно ли считать, что в Европейском Союзе Германия и в этом отношении такая самая продвинутая, ну, с точки зрения вообще правильной утилизации отходов и так далее? Ну, с одной стороны, да. Потому что там очень тщательно, как говорится, немецкая пунктуальность, она работает и в этой сфере, и они очень тщательно все это сортируют. Ну, вот что нам нужно было перенять, что вам так вот приходит в голову сразу? Ну, мы уже говорили, вы уже вначале спросили, сколько контейнеров. Да, вот нужно стекло, легкая упаковка, биология и разделение, ну, то есть несортированный мусор. И тогда вот эти площадки, куда вы можете отвезти свой, ну, скажем так, холодильник или кровать старую. И этого хватает для людей. Вот есть такое понятие, вы, наверное, тоже сталкивались, такая биоупаковка, да, и люди почему-то думают, что биоупаковка – это что-то такое необычное, что разлагается, да, даже не нужно перерабатывать или там сортировать, всё само собой. Чем она отличается вообще от обычной упаковки, что это такое? Ну, вообще-то, я слышал, что есть где-то 200 разных видов этой биоупаковки Ну, там есть тоже очень, точно, есть нюансы, потому что есть упаковка, которая разлагается при солнечном свете, а есть упаковка, которую нужно закапывать в земле, чтобы это солнце не было и чтобы не было кислорода и было тепло. И тогда она разлагается. И тогда только она разлагается. Там немножко есть компании, которые обманывают. Люди, людей пишут биоупаковка, а что это такое? Что с ней сделать? Закапывать или поставить на солнце? Там не написано. Просто био и био, да? Био, да. Людям нравится? Ну, тогда покупайте био. Но это нужно делать нормативные акты, где чётко расписано, что значит био и что с ним делать. Ну вот, я думаю, многие обратили внимание, те, кто раньше пользовался, иногда это приходится, вот этой пластмассовой одноразовой посудой, как мы считали. Кто-то, правда, их использовал не только один раз. Я имею в виду пластмассовые стаканчики, вот эти пластмассовые тарелочки, иногда там на отдыхе или ты куда-то приехал, не знаю, на дачу, и ты не хочешь таскать всю эту посуду. Ты берёшь, покупаешь, потом выбрашиваешь. Сейчас я вижу, что в супермаркетах это, видимо, требования Европейского Союза не исчезли. Их заменили вот эти бумажные, вот эти тарелки. Я даже вижу такие деревянные есть ложечки и так далее. Что это меняет? Это легче перерабатывать, меньше загрязняет среду? Во-первых, пластмасса и бумага. Бумага разлагается при солнечном свете, можно и сжигать, и получить энергию. Конечно, пластмассу тоже можно сжигать, но если пластмасса попадает в окружающую среду, она там будет, может быть, и 100, и 200 лет лежать. А бумажная тарелка – это уже 2-3 года, и там ничего не останется. Не останется, да. И поэтому поменяются вот эти соломинки, которые у нас были пластмассовые, сейчас уже картонные делают. Это нормальное явление, это требование Евросоюза, чтобы мы здесь не утонули своих стаканчиков. И еще одно дело, если мы смотрим на загрязнение воды, когда эти все стаканчики, соломинки, это все плавает, это все плавает. Они не разлагаются, а посуда из картона, она разложится. Вот для многих стран, ну, Латвии, может быть, не так, не было такого повального ношения масок. Плохо или хорошо – другой вопрос. Но вот мы знаем-то, во Франции там был целый репортаж, целая проблема, потому что кто-то бросает чуть ли не себе под ноги, потом в воду бросает эти маски использованные. Что вообще, вот если мы говорим о масках, к примеру, учитывая их материалы, подлежат ли они переработке? Только сжиганием, да? Только сжиганием, потому что переработки там невозможны, потому что там есть разные материалы, то маска из бумаги, то там какая-то пластмассовая втулка для дыхания, там еще эти резиновые шнурки есть. Респираторы с пластмассовыми разными. Да, ну, я не знаю, кто эту маску одевал, больной или здоровый. То есть только сжигание, это практически одноразовое. Сжигание, но не так просто костер, но сжигание через получение тепловой энергии. Ну, то есть по существу, если мы говорим, чтобы ушло нога не сжигалось и не перерабатывалось, все это используется, все это практически подлежит вторичному использованию, да? Ну, или получаем вторичное сырье, или получаем тепловую энергию. Потому что я все равно говорю, тепловая энергия, просто если я скажу сжигать, давай делаем костер, сжигаем. Нет, тепловая энергия. Да. Да. Вот вы упомянули костер, ну, я думаю, что каждый раз мы это наблюдаем, запах так на любителей, когда сжигаются там листья, еще какие-то отходы в домах чаще всего, в частных, и это и небезопасно. Почему это происходит? Я не знаю, не могут каким-то образом по-другому это отвести, все эти, не знаю, ветки, еще какие-то отходы. Почему начинают вот костры разводить? Ну, я, например, живу в частном доме, я то, что все могу, я ложу в компост. Каждый год ставлю свой ящик и наполняю, пусть он останется, и на следующем году разбираю, это все добро на эти, на точные эти... Грядки, да. Да, рядки, да. Это ведь не так сложно, на самом деле. Но листья я собираю, где пластмассовые мешки, и каждый осенью Рижская дума делает эту акцию по сбору листьев, там четыре, то есть, ну, суббота, воскресенье, я знаю, где будет машина, это расписано, мы возим свои листья, я знаю, что мои соседи это тоже делают. Ну, конечно, я понимаю, есть люди, которые, например, пожилые люди, нет у них транспорта, тогда им трудно, тогда они пытаются каким-то способом избавиться, да, и тогда они сжигают. Это, конечно, ну, как вы говорили, это небезопасно. Небезопасно, это тоже, наверное, сигнал к Рижской думе, что, может быть, действительно пожилые люди как-то, чтобы к ним приезжали и забирали вот это все. Конечно, есть вариант, вы можете покупать специальные мешки для биологии, но не все могут это себе позволить, если он живет в один, только на пенсию, довольно дорогие, это довольно дорогая услуга. Дорогая, да. Но вот эти вот мешки, они тоже подлежат вторичной переработке, сами мешки? Мешки, да, потому что если это полиэтилен, это можно утилизировать. Еще, наверное, одна проблема, я помню, что вы тоже, наверное, в каком-то одном из своих интервью на это обращаю внимание, это все, что связано с текстильным производством, потому что, ну, у всех у нас в процессе жизни докапливается какая-то одежда, да, не знаю, у женщин, не знаю, вышло из моды, сносили, стал размер не тот и так далее, и тогда люди думают, что с этим вообще делать, да, ну, не знаю, один из таких частых явлений, мы видим уже контейнеры очень такие гуманитарной помощи, скажем так, малоимущим, люди складывают эту одежду и вот отдают на благотворительность. Ну, мало ли, сейчас не так многие занимаются, нет комиссионных магазинов, продажа, да, но в основном вот отдают на благотворительность или просто выбрасывают. Вот что с этим делать, будет ли, может быть, еще один контейнер для этого текстиля? Статистика показывает, что 87% из всех изношенных текстилей увозится в полигон, то есть на захоронение. Но в том же мере люди, когда мы делали опрос, 89% сказали, мы готовы ссортировать текстиль, но так дайте возможность, дайте нам эти контейнеры. Вы правильно сказали, что до сих пор это было как благотворительность, очень узкий круг, то есть несите только самое хорошее, лучшее, новое, чистое, отдадим другим. Но что делать с остальным, которые изношены? Выбрасывать, отвезти в мусорный полигон, это можно делать, но самое лучшее ли это решение? И Евросоюз решил, что до 2025 года нужно построить систему, которая позволит людям собирать раздельно текстиль, и потом нужно сделать, чтобы это можно было собрать, пересортировать, обработать и дальше уже переработать. И то, что мы начали уже в прошлом году, мы сделали пилот-проект, начиная с сентября до этого февраля 6 месяцев расставили 20 контейнеров, то есть позволили людям выбрасывать всякого рода текстиль, то есть старую одежду и обувь, и простыни, и полотенца, все, что является текстиль. И делали анализ, что же люди приносят. Было 108 тонн, то, что мы собрали в общей сложности, сортировали, и были одежды, которые можно было отдавать сразу другим на сеть, и была, конечно, такая одежда, которую нужно было ввести в полигон, который, ну, там с маслом. Понятно. А что-то там можно вторично перерабатывать или из текстиля? Да, можно, можно, но нужно собрать, как говорится, критическую массу, чтобы поставить завод. Это уже мы знаем, что будем делать, нужно где-то порядка 5 тысяч тонн собрать в году. Я думаю, что со временем это будет, потому что мы видим, что одежды очень много производится. Да, мы изучали примеры Франции, где уже собирается 37% из всех текстилей. И очень они хорошо уже, это все так отлажено, вместе с каждым самоуправлением, там оборудовано место, где можно отнести, и также есть эти предприятия, которые, говорится, социальный бизнес это называется. Много там не заработаешь, но это полезно для общества. И для этого там даются им скидки по налогам и так далее. Ну, у них преимущество то, что у них не столько много вторичного, то есть second hand, как у нас. У нас в Латвии поставляется 27 тысяч, в среднем 27 тысяч тонн каждый год текстилей, но из этих текстилей где-то половина second hand. Ужас. То есть уже старая одежда. То есть получается где-то 14 килограммов на одну душу населения. То есть после того, что вторичная такая одежда. Да, это уже, ну что делать с вторичным, да, это очень большое, как говорится, я иногда говорю, что Латвия является мусорным полигоном для Англии, для английских текстилей. А вот для переработки вторичной имеет значение, вот из какого материала все-таки эта одежда сделана? Потому что там, не знаю, шелк или шерсть или этот полиамид искусственный. Это все нужно сортировать, и при том… Резиновые сапоги, наверное, и жены. Да, потому что вы должны поставить, как говорится, шерсть в одну кучу, там хлопок в другую кучу, и нам нужно снять пуговицы, молнии. Да, еще какие-то заклепки, заклепки всякие разные есть. Да, да, это все нужно разделить, и потом только можно думать насчет переработки, когда у вас будет однородовый материал. Вот это, наверное, специфическое явление, но вот не так часто, но может быть в масштабах страны и часто. Ну, все-таки время от времени люди меняют холодильники, телевизоры, вот, не знаю, печки, такое оборудование довольно сложное, современное. Что с ним дальше происходит? Тоже перерабатывается, потому что… То есть, и это можно переработать, да? Да, потому что любое электрооборудование, ну, как раньше телевизорство стоял, деревянная коробка, экран из стекла. Сейчас уже появилась пластмасса, то, что есть. Ну, как, содержит металл, пластмасса, стекло, ну, дерево, это уже все ушло, нету, и микросхем. Это все очень хорошо разбирается, технологии есть разные. И потом можно перерабатывать. Это, наверное, относится, не знаю, к автомобилям тоже, да? Конечно. Потому что у нас в Риге есть предприятие, которое собирает старые автомобили и пропускает через такую мельницу, там все перемалывается, да, и там уже отдельно резина, металл, это все отделяется. Перед этим все эти жидкости вынимаются. Вот Вы упомянули резину, а некоторое время назад мы знаем, какие были проблемы, даже пожар был, вот там, где вот старые шины вот эти собираются. Как эту проблему вообще решить? Потому что, в принципе, это весьма опасно. Да, старые шины являются опасными отходами. Каждый год по статистике официально поставляется на рынок 15 тысяч тонн, но по другой статистике это где-то 22, даже 25 тысяч тонн шин, которые поставляются на рынок, и норма регенерации, то есть сбора и утилизации, то, что поставил государство, это 65%. Но я знаю, что эта норма будет повышаться, то есть мы должны будем больше собирать обратно, потому что когда Вы покупаете новую шину, на природе остается где-то 7-8% от резины, которая уходит, когда Вы едете по дороге, это остается в каналах, скажем так, или в лугах окружающих, которые окружают автомагистрали. Да, это была проблема, но это с каждым годом улучшается, потому что наше учреждение, которое есть ВАЛСВИДЕСДЕРНСТ, оно всё лучше и лучше делает свою работу, и такое явление, что там что-то не собирается, или только на бумаге собирается, это уже уходит в прошлом, уходим в прошлом. Но у нас есть люди, которые стараются, например, купить шины, чем возможно, тем дешевле, например, через интернет, и эти шины, вот как говорится, это серая зона, которая не учитывается, и никто за них не ответственный. И, например, шины, которые находятся на автомобиле, которые возятся. Сейчас пока закон не говорит, что эти шины тоже должны учитываться отдельно, и кто-то должен за них сделать сбор. Это где-то 4 тысячи шин, которые поставляются вот просто так, и никто, никак. И вот тогда вы хотите оставить свои шины, а куда ложить? Это серьёзная проблема. Нормальный сервис, но должна быть ситуация такая, что вы должны новые шины покупать там, где у вас собирается сразу отдавать старые шины бесплатно. Так же, как холодильник. Вот такая система должна быть, да. Мы на это идём. Потому что, ну, отдельные сервисы, я знаю, что они этим занимаются, да. Я говорю, можно штрафовать все сервисы, извините, да, но если вы не можете вот такую услугу делать, тогда что-то в вашей деятельности неправильно. Да, абсолютно справедливо. Вот раз вы упомянули ваус видес дренес, вот загрязнение среды, мы знаем, что есть вот три вида, если я не ошибаюсь, этих раттлеров, есть разрешение А, Б и С. Да, вот многие предприниматели жалуются, их, наверное, тоже можно понять, что зачастую это очень длительная бюрократическая процедура, ну, которая, вводим, мешает бизнесу, даже там, где понятно, что практически загрязнений нет или она минимальная. Мы не говорим сейчас о радиоактивных откодах каких-то, да. Вот как вы считаете, эта система нужно либерализовать или, наоборот, еще больше ужесточить? Ну, конечно, каждую систему нужно иногда пересматривать и смотреть, чтобы, ну, было и хорошо окружающие среды, но нельзя просто так. Вам нужно разрешение по-быстрому, так. Да, заплатил и получил. Построил заводы, а там выходит черный дым, и потом люди начинают жаловаться, оказывается, что-то, кто-то, что-то не посмотрел. У нас есть, не буду, где не посмотрели, не было контроля. Ну, конечно, нужно пересмотреть, может быть, иногда через чур, через чур, например, вот эти шины даже, новые шины, когда продаются новые шины, это не опасные. Можно ставить там, где угодно, как удобно. Как только... Если их не поджигать специально, да? Да, как только сняли с машины, сразу это становится опасным, и там сразу, там нужно асфальтированное это, 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 канализация, все это. А когда новые шины, никто это не спрашивает. Это так, иногда я задумываюсь, ну, как же так? Как же так? Или холодильник, например. Когда старый, тогда он очень-очень опасный, когда он новый, вообще не опасный. А почему? А почему, да. Да, это, кстати, хороший вопрос. Ну, видите, это уже не вауствидес деятельность, сфера деятельности, это уже тот, который издает закон. Конечно. Вауствидес деятельность только смотрит, как закон заблюдает. Только за исполнением, конечно. Да, за исполнением. А что касается вот особо опасных радиоактивных отходов, здесь нужно ли что-то ужесточать, или здесь более-менее все уже упорядочено, законодательство и все остальное? Ну, я так не слышал, чтобы у нас в этом плане были какие-то особенные вот такие большие случаи. Ну, шины, когда, да, или мусор, когда сжигали, да, ну, не сжигали, ну, я думаю, что это же поджигали специально. Думаю, да. Похоже, да. Это было, но вот радиоактивные, ну, вот у нас нету, не такая зона, нету ни таких заводов, ну, я не слышал. Вот, может быть, такой вопрос уже, подводя какой-то итог нашей беседы, что вообще вы видите, куда дальше будет вот эта вот, не знаю, даже можно сказать, какой-то степени культура, вот окружающей среды, куда она дальше будет развиваться, вот, и куда Латвии нужно стремиться, и вообще жителям Латвии, что нужно понимать, вот, что дальше будет происходить? Земля у нас дана одна, и если мы хотим, чтобы наши потомки жили, говорится, и дышали свежим воздухом, тогда сегодня уже нам самим нужно этому руку приложить, и не нужно искать там отговорки, там нету мусорного бака, или это неудобно, или это слишком дорого, нужно подумать вперед. И действия уже нужно делать сегодня и самим, а не ждать, когда придет этот белый медведь и что-то за нас сделает. Ну, то есть, в принципе, люди тоже должны понимать, что, да, растет уровень, если так можно сказать, и комфорта в какой-то степени, потому что вот есть контейнеры, есть те, кто мусор забирает, там, не знаю, иногда за тебя сортирует, дальше утилизирует, перерабатывает, ну, и каждый житель Латвии тоже должен действительно о теме заботиться. И растет ответственность. То есть, вы думаете, что тут же с молодым поколением таких проблем не будет, да, то есть они уже… С каждым годом это, как говорится, смотрение в зеленую сторону, оно улучшается и укрепляется. И люди больше и больше задумаются. Есть даже такие, которые там замораживают свой мусор, чтобы потом отвезти там на деревню. Но это может быть немножко чересчур, потому что электричество тоже нужно для этого использовать. Но людям всегда нужно посмотреть, что лучше я еще могу сделать со своим мусором, чем просто бросить все в один бак. Может быть, такой вопрос, ну, я не знаю, это или юридически, или, ну, вот, тем не менее, мы знаем, что еще, видимо, какие-то судебные решения по той истории, вот, совета по конкуренции, наверное, еще будут. Это что-то может вообще поменять? Или вот конкурс прошел, как мы сказали в самом начале эфира, на четыре зоны поделена Рига, три компании работают или, может быть, еще какие-то изменения? Ну, конкуренции есть. Всегда людям нравится, когда есть вариант выбора. Но, видите, есть сферы, когда, ну, вот эта конкуренция или выбор нужно ограничить. Потому что, когда слишком большая конкуренция, например, ну, до сих пор как было, четыре компании по Риге ехала, одна улица и проезжает четыре машины. Одна забирает у меня, другая у соседа, третья там. Так в чем тут бизнес? Это же какая-то улица, потом это становится. И тогда люди тоже были возмущены. Ну, как это, сколько улицы у нас в плохом состоянии, четыре мусоровоза проезжали каждый день. Сейчас проезжает один мусоровоз, опять плохо. Опять плохо. Да, вот здесь надо дойти к какой-то балансу, середину. Ну, и потом, видите, конкуренция тоже бывает, наверное, разная. И в зависимости от ситуации. Одно дело, не знаю, когда у тебя конкуренция в торговле, там, не знаю, ну, я утрил, один торгует пирожками, там, через несколько метров, другой. Это одна история. Но ведь что сейчас связано с мусором, это очень большие инвестиции. Да, это миллионные. Да, коммунальные услуги. Потому что коммунальные услуги, ну, не всегда человек может голосовать своим кошельком и сказать, о, этого буду покупать, вывоз мусора, этого буду или не буду покупать. Потому что это сразу, как говорится, уже… Вот эти, запомните, что вам нужно, что вам лучше нравится, когда четыре мусоровоза едут по вашей улице или только один. И когда мы говорим о конкуренции, надо тоже понимать, какие могут быть последствия. Это то же самое, когда мы говорим, что вот, чтобы была конкуренция, надо, чтобы приходили иностранные компании. Но, наверное, тоже есть разные сектора. Я так понимаю, что вывоз мусора, чтобы какие-то иностранные компании к нам приходили, они скажут, что рынок маленький, так как рынок одежды и всего остального. И им невыгодно просто, да? Ну, в какой-то мере, да. Но я всегда предпочитаю, если есть возможность, тогда дайте лучше работу местным предпринимателям. А, кстати, тоже интересно. Я так понимаю, что довольно много людей вообще в этой сфере работают. Сфера дает много рабочих мест, да? Вот вы говорили, что даже вручную происходит сортировка многих отходов. Да, ну, я так полагаю, что в общей мусоропрерабатывающей сфере в Латвии где-то пару тысяч людей работает, да. Ну, и, конечно, обслуживающие тоже. Ну, то есть, фактически где-то две-три тысячи, наверное, получается, да? Спасибо большое. Ну, всё, Каспо Закулис у нас был в студии, директор Латвии Залиспункс. Ну, что, будем думать о себе, о окружающих. Делать. Делать, самое главное. Не только думать. Спасибо большое.